Здравствуйте, господин Холмон. Если говорить о том, какой год еще ждет нас, то давайте, наверное, загадимся временной рамкой и будем говорить о периоде до 2025 года. И, в первую очередь, я хотела бы дать те прогнозы, которые у нас есть в Газполне, которые касаются в целом мирового спроса на газ. Также, конечно же, остановиться на поведении нами европейского газового рынка, который является рынком номер один, экспертным для «Газпрома», и, конечно, рынок азиатский, в первую очередь, рынок Китая. Если говорить о мировом спросе, то мне абсолютно уверенно говорим, что в ближайшие пять лет газовый рынок, газовый бизнес, газовая подросток будет уверенно расти. Это первый кризис. Второй кризис. Этому росту, на самом деле, реально ничего не угрожает со стороны других энергоресурций. «Газпром» до 2025 года прогнозирует рост мирового спроса на газ на 17% или на 635 миллиардов километров газа. И также здесь надо необходимо отметить, что основной вклад в этот мировой спрос – спрос будет вносить в Китай, около 30%. Китайский спрос по сравнению с 2017 годом, а вот те цифры, которые были названы, относительные, абсолютные, они базируются на цифрах 2017 года, как правной точке, то в Китае до 2025 года спрос по нашим оценкам вылез на 80%, почти что на 200 миллиардов кубометров газа. Мы говорим 195, мы думаем, что эти цифры могут быть значительно больше. Но, без сомнения, ключевым рынком для «Газпрома» является Европа. Уже в течение 50 лет это рынок номер один для нас. И в этом году, в юбилейном году, мы отметили десятилетие начала поставок российского газа на европейский рынок. И отправной точкой этой работы является контракт с компанией «Онфрау». И руководитель этой компании здесь присутствует. Это первый контракт наш, эксплуатированный европейский рынок. Первая страна, которая стала покупать наш газ, это Австрия. И мы имеем, как по факту, уже 50 лет надежного, взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Но, что нас, без сомнения, радует, это то, что в течение последних лет, а я говорил бы на самом деле о 2018-2017 годах, это рост спроса на российский газ, который соответствует 6% в год. Вы знаете, что в 2017 году уровень поставок газа на европейский рынок составил 194,4 миллиарда кубометров газа. Это объемы «Газпрома». И это было 6% ростов. А сегодня мы идем с теми же самыми 6% ростов, но уже гораздо к более высокой, абсолютной базе предыдущего рекордного года. Это говорит о том, что по итогам 2018 года «Газпрома» становится новой рекорд поставки газа на европейский рынок. Но здесь надо отметить, наверное, несколько моментов. Первый момент заключается в том, что абсолютный объем поставок будет больше 500 миллиардов кубометров газа. Что это значит? Это значит, что мы вплотную приблизимся, а может быть даже, и то, что называется, достигнем, цифры 205 миллиардов кубометров газа поставки на экспорт в Европу. Это соответствует максимальным годовым контрактным количествам суммарно по всем контрактам поставки на европейский рынок. Суммарно достигнут 100% результат наших обязательств, которые мы имеем перед нашими партнерами. И без сомнения мы фиксируем, что это новая система кардинал. Это ситуация, которая без сомнения необходимо осмыслить. С другой стороны, мы видим, что спрос в российский газ и дальше растет. И, в частности, в рамках тех переговоров, которые у нас состоялись с компанией, в частности, КОМФО, на полях форума, мы видим, что наши традиционные партнеры, и это касается не только компаний КОМФО, заявляют о новой берегине покупать еще большие объемы у нас газа. При этом надо понимать, что эти цифры являются очень-очень значительными. Поэтому мы фиксируем с вами, что вот эта новая система координат говорит о том, что сегодня на газовом рынке сформировался рынок продавца. И это ситуация новая. Это не та ситуация, которая была еще 10-5 лет тому назад. Это первое. Второе. Это вопрос в отношении того, как востребованы некоторые экспортные газотранспортные территории. И, в частности, это коридор, экспортный территор через Балтийское море. Проект «Северный поток-1». За последние 12 месяцев загрузка «Северного потока-1» на 7% выше плановой проектной мощности. Напомню, что проектная мощность безопровода составляет 55 миллиардов, но технологические возможности позволяют экспортировать чуть больше. И за 12 месяцев мы экспортировали через «Северный поток-1» в рубль 59 миллиардов кубометров газа. То есть «Северный поток-1» как экспортный газотранспортный территор из России востребован больше, даже чем на 100%. Это ответ на вопрос «Нужен ли «Северный поток-2»?» Существующие мощности работают выше проектной. Ну и здесь, конечно же, необходимо отметить, что сегодня ведется, уже ведется строительство заправлено «Северный поток-2». Это во-первых. А во-вторых, мы выражаем от того калинингарного графика, который был принят участниками проекта с самого начала. Работаем строго в тех сроках, которые были нами первоначально определены. И, без сомнения, есть определенные еще вопросы по проекту. Но тот график работы, который есть сейчас, говорит о том, что мы абсолютно точно можем начать поставки газа по «Северному потоку-2», начиная с 1 января 2020 года. Но мы по «Северному потоку-2» достаточно много дискутируем, хотя проект реализуется, и то, что называется, все идет своим чередом. Но хотел бы отметить то, что строительство проекта «Турецкий поток», это то, что называется уже новая эксплуатурная рекординарная линия, он реализуется еще не просто в графике, о сопережении графика. И буквально через два месяца мы закончим строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Будет построена первая и вторая линейка, и таким образом газотранспортные мощности через Черное море для поставки газа в Европу они будут созданы. И, конечно же, если мы говорим о европейском рынке, без сомнения, мы говорим о тех запасах, которые есть у «Газпрома», которые есть у России. И я напомню, что извлекаемых запасов «Газпрома» 35 триллионов кубометров газа. И мы здесь еще раз должны подчеркнуть, что никаких вопросов с нашими запасами с точки зрения подборения спроса со стороны российских потребителей, со стороны европейских потребителей в 21 веке вообще в принципе не будет. Мы можем удовлетворить любой спрос и на внутреннем российском рынке, и на европейском рынке, и на азиатском рынке. При этом, конечно же, мы здесь говорим в первую очередь о трубопроводных поставках. На европейском рынке трубопроводный газ играет ключевую роль в газовом балансе, в аналитическом балансе. если говорить о газовом импорте, то СПД в настоящее время по итогам 8 месяцев 2018 года имеет всего на все 12 процентов. Все остальное это топопроводные поставки. При этом, если говорить о поставках жижного плотного газа на европейский рынок, то, конечно же, надо отметить снижение объемов поставки СПД на европейский рынок за 8 месяцев этого года на 4,5 миллиарда кубометров газа. Причина, конечно же, декоазиатский рынок, и при всем том, что с 1 января этого года по сегодняшний день цены на газ в Европе выросли почти что на 20 процентов, но цена на СПД все равно выше, и самое главное, что на 1-3 цены на СПД на азиатском рынке превышают цены на европейском рынке, и продолжается переток в конечном итоге движения объемного газа с европейского рынка на азиатский. Эту тенденцию мы фиксируем уже с вами и не один год, но вот эксперты стали в последнее время даже употреблять такое образное выражение, что для СПД Европа является последним прибежным. Ну, без сомнения, много говорится о планах, новых планов поставки жиженого природного газа, но абсолютно точно поставки трубопроводного газа из России всегда будут более конкурентоспособны, чем поставки жиженого природного газа из каких-либо других регионов мира. это без сомнения так, это даже не вызывает никаких сомнений. Но без сомнения надо, наверное, несколько слов сказать о том, почему мы наблюдаем вот этот рост по 6% в год спроса на российский газ на европейском рынке. В первую очередь, конечно же, это снижение объемов добычи в Европе непосредственно. Здесь я бы назвал в частности известное месторождение в Нидерландах, Громе, где за последние 5 лет объемов добычи снизился уже на 23 миллиарда километров газа и по-видимому он даже будет дальше снижаться. Но среди других факторов это конечно же уголь, принятие рядом с стран программа выхода из угля, здесь надо отметить программу 2022 года в Германии, программу Великобритании до 2025 года выход из АЭС и здесь опять программа немецкая до того же самого 2022 года и во Франции даже в которой мы знаем традиционно дуляторной энергетики составляет небольшой процент также к 2025 году в балансе доля АЭС сократится с 70 до 50 процентов. Поэтому эти факторы являются такими системными факторами и еще раз подчеркну факторами, которые говорят о том, что рост спроса на российский газ носит такой фундаментальный характер. фактор поэтому мы прогнозируем и увеличение дальнейших наших экспортных поставок. Если говорить о азиатском рынке, то в первую очередь необходимо отметить то, что рост спроса на азиатском рынке пока покрывается за счет поставок СПГ. газа что касается рост поставок сжиженного природного газа в целом на миром уровнях, то как раз азиатский рынок и генерит именно этот спрос на сжиженный природный газ. Но здесь как мы сказали, первую очередь надо посмотреть на Китай, который демонстрирует самые высокие темпы роста газового потребления. Мы знаем, что в прошлом году скос на газ в Китае вырос на 15,3% а за то время с начала года в сегодняшний день на 17,5% и мы видим, что к абсолютно рекордной базе роста потребления газа в Китае абсолютные цифры выросли даже больше, чем были в прошлом году. 17,5% роста потребления газа это действительно цифры, которые впечатляют очень сильно. И это во-первых, а во-вторых, если мы говорим о том, что топопроводные поставки играют очень важную роль в надежности и стабильности газового потребления, то без сомнения доля поставок газа на рынок топопроводного газа будет увеличиться. Китай страна, где на северо-востоке все-таки резко-таки континентальный климат, и надо понимать, что у потребителей в осенне-зимний период рост спроса возрастает и возрастает значительно. И здесь я сразу хочу отметить, что именно топопроводные поставки газа, а не поставки жиженого природного газа, позволяют практически в течение нескольких минут нивелировать эти пиковые потребности. И конечно же попытки делать это за счет жиженого природного газа, они гораздо менее эффективны, это во-первых, во-вторых, конечно, они гораздо более, являются более дорогими. Поэтому абсолютно объективно на китайском рынке будет расти рост импорта трубопроводного газа, и конечно же здесь надо отметить те проекты трубопроводных поставок российского газа на китайский рынок, которые уже реализуются, и сказать о том, что мы конечно обсуждали новые маршруты. Но в первую очередь конечно же если говорить о проектах, которые реализуются, которые реализуются также с приезжением графика, то это конечно же запомнил СИБИ. На сегодняшний день проект уже готов на 94% со стороны Газпрома, со стороны России, и не вызывает абсолютно никаких сомнений, что 22 декабря 2019 года начнутся первые поставки трубопроводного российского газа на китайский рынок. Но мы с нашими китайскими партнерами, с нашими китайскими друзьями на самом деле конечно же обсуждаем новые газотранспортные маршруты. Здесь в первую очередь я хотел бы отметить то, что в самое последнее время активизировались переговоры по западному маршруту. наметили в самое ближайшее время ряд новых встреч и надеемся выйти на окончательные договоренности. Напомню, что основополагающие условия нового контракта по западному маршруту у нас уже с нашими партнерами из КННК подписаны. Там остается буквально только один вопрос, это вопрос цены. Но вопрос зимних пиков на самом деле может быть решен еще гораздо быстрее для китайского рынка. пиков поставщики которые сейчас есть в Китае трубопроводного газа к сожалению не имеют такой возможности обеспечить гибкость и сезонную неравномерность и подчеркиваю с учетом геокомпетенции которые есть у Газпрома с учетом нашего опыта а самое главное уже с учетом построенной газотранспортной инфраструктуры в рамках на сила Сибири без сомнения очень быстрым путем является увеличение на приемах поставки сверхконтрактных по силу Сибири с нашими китайскими партнерами такая возможность в текущий период времени обсуждается но среди новых газотранспортных маршрутов в Китае наверное обязательно надо отметить также поставки возможные поставки в ближайшее время с Дальнего Востока Российской Федерации это еще один новый экспортный маршрут то что касается китайского рынка без сомнения темпом роста спроса на газ и рост потребления необходимо отметить каким образом растет импорт в Китае в каких объемах сомнений добыча выросла в Китае в прошлом году на 8,5% то импорт суммарно СПГ и трубопроводного газа вырос на 27% мы только по этому году прогнозируем что отъемы импорта в Китай суммарно по ходу увеличатся на 120 миллиардов губометров газа это просто колоссальная цифра еще раз подчеркнув без сомнения потенциал и огромные возможности именно так рост доли поставок в рамках китайского импорта трубопроводного газа а в заключение на самом деле хотел бы отметить новые договоренности новый проект который мы реализуем вместе с компанией Винтерстал и вчера к этому проекту присоединилась компания Ольгинфал это действительно очень важный такой знаковый проект почему потому что это проект который носит стратегический характер с пониманием того что это проект сотрудничества наших компаний партнеров Европейского Викторсхала и Ольгинфау по всей цепочке создания стойкости в газовом бизнесе от гобычи в транспорт и подземном хранении и сбытие газа компания ФАО входит в проект добычи на в проект добычи очимовских заряжений 4-го и 5-го А-блоков урингуевского месторождения и мы вместе принимаем участие в реализации крупного газотранспортного проекта Северный поток-2 а также мы вместе работаем обсуждаем новые перспективы совместной работы в области подземного хранения газа в Европе ну и плюс конечно компания ФАО является великолепным эффективным трейдером российского газа на европейском рынке и таким образом компания просто-напросто раскладывает риски по всем зрениям в этой цепочке создания стойкости в газовом бизнесе без сомнения это гораздо более прогринутая с точки зрения таймерия между партнерами схемы работы это не просто договорку продажи сотрудничества по всей технологической цепочке без сомнения это является абсолютно логичным выходом из этих результатов нашей 50-летней совместной работы вчера с Райнером когда мы подписывали документы в присутствии президента Российской Федерации Валерина Чепутиня и канцлер Австрии господиня Курца мы с Райнером на полях разговаривали и мы сказали отметили то что с учетом того что проект будет реализовываться до 2069 года то есть в течение следующих 50 лет то успешное завершение реализации этого проекта станет хорошим подарком столетию сотрудничества газового сотрудничества между Австрией и Россией между Газпромом и Оллн-Фау спасибо за внимание